Неповторимые формы, линии и изгибы. В Челябинске появились украшения, создателем которых выступила сама природа. Серьги, кольца и ожерелья – это настоящие листья, стебли и плоды растений, увековеченные в металле. В нашей компании нет как такового дизайнера, им выступает сама природа. Природа создала уже совершенство, которое мы просто берем и покрываем металлом. Каждая деталь проливается в металле и передает ту фактуру, тот рельеф, который создает природа, не человек. Потому что, как я уже сказала, совершенство уже создано, не надо изобретать велосипед. Мне кажется, это очень необычная идея, которая позволяет почувствовать такое воссоединение с природой. Мне кажется, это очень актуально ввиду осознанности. Люди начинают думать больше о природе, вдохновляться ей. Прекрасные ощущения, весна, лето впереди, почему природу не поносить? Мне очень понравился мой образ и очень понравились серьги на Екатерине. Я лично предпочитаю желтое золото, поэтому, скорее всего, я приобрету желтые сережки, которые мне понравились. Будущие украшения рождаются на Черноморском побережье. Его мягкий климат позволяет собирать растения и создавать изделия вне зависимости от сезона. Прежде чем плоды и листья покроют золотом или серебром, они должны полностью высохнуть. Это сложный процесс, не прощающий ошибок. Малейшее нарушение технологии и украшение из хрупкого растения становится браком. Я даже себе представить не могла, что, чтобы высушить растение, это целый процесс. То есть не как раньше вот этот вот в книгу мой листочек, да, и вот он засыхал. Нет, это целая технология, которая занимает порядка двух недель. Именно эти две недели растение сохнет. Оно должно быть абсолютно сухое. И если технология нарушается вот хоть на чуть-чуть, это брак сразу же. То есть все. Есть листы, которые не получаются по своей особенности. У нас хиты — это гортензия, это определенный хит. Это плющ, потому что плющ — это вообще символ любви, верности. Девочки его обожают. Спирея очень фактурная, она очень красивая. У нее такие толстые жилы. Она потрясающе смотрится на кольцах. Ну, лавр тоже любимец всех девчонок. Как будто бы я попала в шервардский лес. Они волшебные, необычные. И хочется купить каждое изделие для себя. Это польца, это серьги, это украшение на шею. Лавр мне очень понравился. То есть необычные изделия в нашем городе Челябинске. Очень классно. Вот у меня было кольцо на мизинеце, но такой удлиненный листик. То есть получается на один палец, а по факту ты на всей руке носишь. Да, очень круто. Вот здесь, насколько я знаю, внутри вот этого листа есть семена клевера. Это просто шок. Очень приятно. И может быть кто-то из гостей все-таки посадит. Но хотя бы есть такая возможность и такая подача, она подкупает. За два года существования бренда технологии работы с натуральными материалами довели до совершенства. Так, например, прочность покрытия проверялась экстремальными условиями эксплуатации. Все серьги, все новые позиции, которые появляются в нашей линейке, я надеваю на себя. И я в них моюсь, купаюсь там в море. Они у меня валяются специально. То есть я понимаю, где вот эта грань, да, насколько украшение будет долго служить. Очень понравилась коллекция. Очень легкая, невесомая, изящная, такая ажурная, но в то же время притягивающая взгляд. Потому что она такая и блестящая с одной стороны, с другой стороны очень нежно выглядит. Такой эксклюзивный вариант. Я примерила. И могу сказать, что это еще и очень удобно. Что очень важно, поскольку женщины современные очень заняты. У них много всяких разных дел. И им нужен комфорт. Я когда увидела эти изделия, конечно, они меня поразили. Потому что я как бы сомневалась, а стоит, не стоит попробовать такое тяжелое время у нас сейчас. И тем не менее, коллекция меня вдохновила. И я решила попробовать, почему бы и нет. Мы уже вышли на другой немножко уровень. У нас сейчас как раз две коллекции. То есть у нас коллекция полностью с растениями. Она называется Африка. А вторая коллекция, она более такая стильная и молодежная. Она сделана из переработанного пластика. И она называется Кайф. Она про легкость, про красоту, про такую дерзость, может быть, где-то. То есть мы развиваемся. Тренд на экологичность проник во все сферы нашей жизни. Все больше производителей стремятся использовать натуральные материалы. И в этом смысле идея украшений из растений очень актуальна. Она про заботу об окружающей среде, естественную красоту и уникальность.